Всем привет, ребята! С вами Янгер, и сегодня новое видео, в котором мы будем с вами пробовать настоящую еду и еду из мармелада. Вот покажу вам на примере лимона. Есть настоящий лимон, он лежит в одной тарелке, а есть лимон, сделанный из мармелада. Он намного вкуснее, я уверен, ну для кого как, кто любит кисленькое, конечно, то. И вот это тоже лимон, короче. Я с закрытыми глазами, вот так вот, ну то есть я ничего не вижу. Мой ассистент Анна Ортер мне меняет тарелочки, сюда всякие хрени добавляет, там будет рыба, черви, дофига всего будет. Короче, досмотрите это видео до конца. И я с закрытыми глазами выбираю тарелку, я не знаю, где что будет. И то, что я выберу, я должен съесть. Если не съесть, как минимум откусить и прожевать. Наверное, наверное, да. Но я надеюсь, мне будет выпадать самое вкусное. А перед началом этого ролика обязательно поставь лайк авансом, перейди вниз и сделай красную кнопочку подписаться серой. Ну а мы начинаем. Загвязывай свои глаза. Так. Ребята, сейчас будет все на наше колдовство, смотрите. Аж мы хотели, право? Я сейчас должен буду съесть вот эту вот розу. Смесь ее с козявками и желудками. С козявками и желудками, как говорит Аня. Короче, жизнь у нее прошла, вот есть сейчас буду ее. Она вся готова, она распадается, она вся в чем-то белом, она мокрая почему-то. И я выбрал почему-то именно ее. Ребят, обязательно напишите в комментариях, что съели бы вы лучше. Настоящую розу или розу с мармеладкой. Нет, Аня, я знаю, да ты можешь с плесенью много чего съесть. Но, ребят, короче, приступаем. Чтоб ты понимала, ребят, роза красного цвета. Но когда ее ешь... У меня фиолетовый язык. А потому что я смотрю на свои слюни, они все фиолетовые. Фу. Это максимально противно, она сухая. Короче, застревает во рту. Лучше бы я, наверное, съел вот такую розу. Потому что такая роза выглядит намного вкуснее и аппетитнее, ребят. И сейчас я это... Нет, нельзя. Все, ты проиграл. Тебе нельзя есть мармеладки. Короче, роза настоящая, невкусная. Напишите в комментариях, что лучше бы вы съели. Представьте лайк за это, пожалуйста. Запрещай это нам. Фирменный поворот на 360. Ага, две тарелки. Значит, две судьбы. И я выбираю эту. Пум-пум-пум. Парадный марш. Пум-пум-пум. Была настоящая морковка. Посмотрите, она вся страшная такая, разрезанная. А внутри там черви. Черви? Черви. Короче, она сейчас такая некрасивая, вся не страшная. А здесь мармеладки в виде морковки. Они такие прелестные и выпали они мне. Поэтому я съем их. Но она вкусная. Вкуснее, чем настоящая роза. Ну и ты не забывай писать в комментариях, что съел бы ты. Настоящую морковку или мармеладную? И давайте я все-таки попробую такую. Просто мармеладная... Нельзя! Положи. Да, это морковка. Нет! Я задолбался биться. Так, ребят, короче. У нас две тарелки, все по-старому, только еда новая. Выбираю левую. Подожди, а как я должен? У нас, короче, есть яйцо мармеладное. Оно такое прям классное. Прям как в фильмах и везде. И настоящее. Гонки с яйцом. А что, я ее должен съесть как-то? Понимаете, типа выпить? Да. Ммм. О, такая жижа прям во рту, фу. Противная. Но вкусное, яйцо вкусное. Чтоб платок не упал, так. Поднялись. Ребят, короче, зная Аню, она может положить мне две тарелки даже какашки. Можешь? Угу. Ну, это же не отрицательно. Поэтому выбирай правую. Короче, в левой тарелке был лимон. Лимон, все вы знаете, какой лимон. Лимон, он кислый, противный. Короче, его есть никто бы не захотел. А лимон в виде мармеладок, я думаю, он приятный. Я сейчас это узнаю. Он реально вкусный, ребят. Пока Аня не видит, мы будем сейчас есть настоящий лимон. Потому что мне как-то... Ну, не знаю, я ел эти мармеладки, не все одинаковые на вкус. А вот лимон, такого не было, чтоб я еще кусал половину лимона. Смотрите, лимон целый. Вот ты поставил лайк? Значит, я сейчас укушу. А я не знал, что он такой ядреный. Ребят, аж глаза заслезились. Короче, если вы утром не можете прожнуться в школу, откусите пол лимона. Я ни хрена не вижу, поэтому... Напиши в комментариях, какую выброшу я старелку. Левую или правую? Написал? Но я выбираю правую. О, короче, у нас сейчас... Фрукты, ягоды. Короче, у нас ягоды, ежевика. Короче, знаешь название ягоды? Напиши, пожалуйста. Я не знаю, не помню. Короче, крыжовник, ежевика, мамбиха. Короче, вот эта вот ягода... Ну, вы по-любому увидите их ближе. Вот, мне выпала настоящая, это замороженные ягоды, все дела, и сейчас мы их съедим. Никогда не взяли замороженные. Ребят, ну вообще невкусно. Может, мне после лимона? Ну, мне же потрясло. Типа, замороженные ягоды, я не знаю, мне не нравятся. Ну, типа, они, не знаю, они теряют свой вкус. Они вот замороженные, и всё, размороженные ягоды, они не такие вкусные. Вы, наверное, заметили, да, что у меня мятая футболка. Вы можете не писать в комментариях, что она мятая. Я как бы знаю, что она мятая. Ну, типа, только время потратить, если написано, что она мятая. Я же так знаю, что она мятая. Короче, вообще, без понятия, что где, выбираю... Левую? What the fuck? Это, типа, у нас фигурки в виде морских чего-то. Ну, по-моему, да, это морские какие-то машинка. Ну, морское всё. Морской автомобиль, морская звезда. Кто-то там морской. Ой, и, короче, мы подумали, что это медузы. Ой, как их там? Осьминоги? Крабы? Кто это? Осьминог. Это осьминог, ребят. Я подумал, что это осьминог, но это же на это похоже. Вот, посмотрите, какие непротивные. Какой, кстати, выбрал? Левую или правую? Осьминогов я выбрал. Осьминогов? Я что-то забыл. Ребят, напишите в комментариях, какой я сейчас выбрал. Я только при монтаже узнаю так. Ты точно, да, осьминогов? Так, ну ладно, поверим. Она же нас не может обманывать. Так, посмотрите на это. Блин, я не знаю, ребят, чтобы вы понимали. Вот, вот болтается осьминог. И это, я так и не понял, что в выпуске, когда мы ели осьминога, я не понял. Это голова или жопа у них? Потому что оттуда что-то вытекает потом. Ладно, едим. Головейш это твёрдое было. Ну или в попе, опять не знаю. Если честно, он настолько резиновый, что мармеласки кажутся настоящим каким-то продуктом. Это как будто игрушечное что-то. Ну, а что, я не хочу. Это голову или сколько? Или попу? Выпишите, пожалуйста, что это какой-то попа или голова осьминога. Ты где? Сюда. Ага. Так, я выбираю правую. Я так, ребят, чтобы вы понимали, я просто не люблю рыбу. Ну, реально, она ещё сырая, не знаю, там какая-то. Я просто не люблю рыбу. Знаете, что мне подается? Дельфинчик из мармелада. А могла бы податься рыба из рыбного отдела. Рыбного отдела. Прикиньте, она плыла, плыла, ей отрубили голову, она приплыла ко мне на стол. Вот. Как это можно есть? Она пахнет невкусно. А это с радостью. Хвостик дельфинчику. Мармеладка вкусная. По-любому вкуснее вот эта невкусная рыба. Напишите в комментариях, что вы выбрали и едите вы вообще рыбу. Так, ребята, и это последнее. Это должно быть что-то жёсткое, поэтому выбирай правое. У-у-у. Блин, я расстроился, и это ненормальная пицца. Короче, мне выпала пицца в виде мармеладок, я не знаю. Ммм, она как-то сладкая, вкусная. Ну, а настоящая пицца, видимо, не съем. А на этом видео подходит к концу, поэтому, если оно тебе понравилось, обязательно ставь палец вверх, переходи вниз и подписывайся, чтобы красная кнопочка подписаться стала серой. Обязательно. Переходи также в мой инстаграм, там куча вайнов, классных видосов, ты оценишь. Вот перейди, посмотришь, потом скажи, заценил или не заценил, напиши в комментариях. Ещё пишите в комментариях, что из этого вам больше понравилось, что бы вы съели, а что бы вы вообще никогда не съели. И там за каждый раунд пишите, что больше хотели. Всем спасибо за просмотр, я вас безумно люблю. Всем пока. Сиди, да, с вами был Янгер, а помогал на Маня Портер. Я удивлён, что она нам какашек не положила, честно. Всяки. Мне кажется, Аня могла там пыль с пола скрести, такая, пшк, ешь. Типа, выбирай, с одной стороны пыль, а с другой моющие средства. И типа можно съесть пыль и запить моющим средством, по идее, устраниться. Короче, ладно, всё, всем спасибо. Аня нас не подвела в этот раз, она не мухлевала, потому что... Потому что не было возможности, я думаю. Подписывайтесь на канал, если бы не было возможности. Но я бы рекомендую селить и не захотел. Хорошее видео. Как自然. Селик. Какого. 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 Субтитры сделал DimaTorzok